Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Сенсационная находка археологов. Люди каменного века запечатлели пришельцев. А вот тренога космического корабля. Это очень похоже на типичные НЛО, которые имеют форму диска. Новые снимки марсианских НЛО. Почему американцы так стремятся на Красную планету? Откроются очень-очень многие тайны. Сквозь кроличью нору. Кто роет в Сибири гигантские туннели в преисподнюю? Участие каких-то очень высокоразвитых разумных сил. Потому что мы этого делать не умеем. Космос полон жизни. Что находят российские учёные в метеоритах? Скелеты внеземных морских животных. Где искать братьев по разуму? И что происходит в Бермудском треугольнике? Это было действительно невероятное вещь. Принято считать, что наши представления об окружающем мире давно уже не являются предметом научных споров. Всё уже открыто и доказано. Однако время от времени появляются находки, которые никак не вписываются в привычную картину мира. И вот сенсационная новость недавно пришла из Индии. Там сотрудники археологического музея в одной из подземных пещер обнаружили древние рисунки. Вначале учёные обрадовались. Ведь у них в руках оказались древнейшие образцы наскальной животеси. Однако радость быстро улетучилась, когда они получше рассмотрели изображение. Потому что с каменных плит и с глубины тысячелетий на них смотрели какие-то странные существа. То ли люди, то ли не люди. Вот что об этой странной находке рассказал нам в эксклюзивном интервью руководитель археологической экспедиции профессор Пхагат. Что изображено здесь? Мы предполагаем, что люди в доисторические времена, возможно, видели существ с других планет. Но мы эксперты по древней истории, а не по внеземной жизни. Точно могут сказать только специалисты из НАСА, которых мы хотим привлечь к исследованию. Но ещё большее изумление учёных вызвал анализ рисунков. Во-первых, изображения были нанесены на стены пещер с помощью натуральных красок. А это очень большая редкость для того времени. Но ещё большее учёные удивились, когда удалось определить возраст находки. Оказалось, что рисунки появились не менее 10 тысяч лет назад. Они даже старше шумерской цивилизации. Но что эти изображения означали? О чём древний автор хотел рассказать? Ведь в ту далёкую эпоху, когда ещё не было даже письменности, живопись была больше, чем живописью. С её помощью рассказывали о самых важных событиях, которые имели для древних землян колоссальное значение. Либо записывали то, что их по какой-то причине сильно удивило или напугало. А вот что изображено на рисунке, судите сами. Вот посмотрите, сейчас профессор Пхагат показывает нам групповой портрет странных фигур в однотонных одеждах. Рядом изображён какой-то круглый аппарат на трёх ногах опорах. Не знаю, как вы, а учёные считают, что перед нами ничто иное, как изображение самых настоящих пришельцев вместе с летательным аппаратом и снаряжением. Здесь корабль. Он напоминает антенну, похожую на веер. А вот тренога космического корабля. Это очень похоже на типичные НЛО, которые имеют форму диска. На этом изображении крупным планом видна большая голова, большие чёрные глаза, четыре пальца, руки и ноги. А также бросаются в глаза странные придатки вокруг черепа. Некоторые портреты не имеют явных черт лица. Особенно недостаёт носа и рта. Версия о пришельцах самая наглядная и самая невероятная. Кем ещё могут быть фантастические пещерные фигуры? Что знали о них здесь? Можно ли найти загадки более привычное объяснение? Джагдау Бхакат стал искать ответы в древних текстах. Он провёл много часов в библиотеках и беседах с местными жителями. Прежде всего, археолог тщательно изучил местный фольклор. Так он надеялся найти объяснение своему открытию и ответ на вопрос, кого изобразили древние художники. Наконец, его поиски увенчались успехом. Учёный обнаружил местную легенду, которая могла пролить свет на тайну пещерных фигур. Но она не опровергала очевидное, а наоборот, подтверждала. Похоже, в незапамятные времена близ города Райпур случилось экстраординарное событие. Нечто такое, о чём до сих пор рассказывают от отца к сыну. Тогда с неба прилетали странные маленькие человечки. Они не были похожи на то, как древние индусы представляют себе богов. Пришельцев местные жители называли Рахелла. Чем они тут занимались? Похищали обитателей деревни. Каждый раз по несколько человек. Обратно не возвращали. Местные крестьяне жили в постоянном страхе. Никто не знал, кого заберут в следующий раз. Хотя пришельцы были небольшими, вероятно, в пещере их изобразили в полный рост, они оказались столь могущественны, что спорить с ними никто не решался. Прилетали они не часто, но не раз. Вероятно, по этой причине первые жители этой местности решили оставить назидание для потомков. На случай, если повторится. Увидишь такое? Беги. Жители деревни описывают их, как сошедших с неба в круглом летающем объекте. Рахелла забирали скот, но чаще всего похищали людей, а особенно детей. Древние люди их очень боялись. Доходило даже до состояния психоза. Это состояние очень похоже на описание синдрома похищения, когда люди описывали контакты с пришельцами. Неужели нашу планету в далеком прошлом действительно посещали настоящие инопланетяне? Как расценивать эти новости из Индии? Как мировую сенсацию? Или как попытку провинциальных археологов прославиться? Нужно учесть. Если бы такие рисунки были единственными в мире, индусам бы никто не поверил. Мало кто вообще обратил бы внимание на странных человечков. Все можно списать на ошибки толкования примитивной живописи. Однако специалисты по древней истории знают еще несколько похожих рисунков. Не таких больших и четких, но тоже вполне убедительных. Есть большое количество объектов, которые можно трактовать с точки зрения древней астронавтики. Один пример, который меня больше всего восхищает. В Мексике археологи нашли альмекскую 17-сантиметровую фигурку человека и на ней классический шлем, костюм. Он выглядит абсолютно как космонавт. Археологи говорят, это якобы шаман или бог Ягуар. Но ведь мы не знаем, кем был этот бог Ягуар. Вот наскальные рисунки в горной долине Валькамоника, что в северной Италии. На них явно видны человечки в шлемах, защитных костюмах и с какими-то инструментами в руках. Как бы мог человек из каменного века вообразить такое, если он и одежды-то не носил, только шкуры? Но и это еще не все. Нечто похожее есть и в горах пустыни Сахара и в Южной Америке местечки Эль-Бауль. Местные жители считают, что они рисовали богов. Вот лица из Австралии, так называемые петроглифы Кимберли. Профессор Лангбайн много лет изучал эти загадочные изображения. Вот что он рассказал нам. Эти божественные существа изображены так, как мы представляем человека в космическом костюме со шлемом в массивном скафандре. Фигуры, сделанные в каменном веке в Валькамонике, кажутся парящими. Если какому-то человеку сегодня показать такую картинку, то он сказал бы, что это астронавт. Но если мы знаем, что этим рисункам 5-10 тысяч лет, то это не укладывается в наше представление о развитии человечества. Принято считать, что в то время не могло быть космонавтов. А это наскальные рисунки индейцев хобби в штате Аризона, США. Петроглифы изображают неких существ Качинос. Индейцы считали их своими небесными учителями. По древним легендам Качинос спускались с небес и учили наукам и ремеслам. Ульт Качино был столь силен, что индейцы стали делать обрядовые куклы в честь этих созданий. Эта традиция сильная сегодня. А в Японии известны загадочные фигурки Догу восточно-азиатской культуры Дзюмон. Немецкий археолог Гартвик Хаусдорф прокомментировал нам эти находки. Фигурки Догу из Японии самые известные, из них примерно такого размера. Они датированы периодом Дзюмон, то есть около 6 тысяч лет до Рождества Христова. У этих фигурок легко распознаваемые детали костюма, который очень похож на современный космический скафандр. Там легко можно различить шлем, застежки, переключатели. В 60-е годы эти древние японские статуэтки наделали в ученом мире много шума. И это было неудивительно. Человечество тогда делало первые шаги в космос, и любая помощь на этом пути не казалась лишней. Так вот, по поводу статуэток. Их копии вместе с материалами экспертизы были направлены в НАСА для изучения. В это трудно сегодня поверить, но именно эти материалы позже были положены в основу формирования внешнего вида настоящего космического скафандра. Впрочем, история освоения космоса знает еще и не такие примеры. Еще одна сенсация. Марсоход Юри Осити снова сфотографировал в небе красной планеты НЛО. Какова истинная цель американских роботов? Как можно скорее получить доступ к тем техногенным устройствам, которыми Марс напичкан. Кто оставил на Марсе земной символ? Это древний символ в истории человечества. Этому сенсационному снимку несколько дней, но он уже привлек к себе внимание всего мира. Западные СМИ выходят с заголовками «К Юри Осити атакован дронами пришельцев», «Ангел на Марсе» и так далее. Никто не может сказать, что это за странная крестообразная яркая вспышка, за которой угадываются очертания диска. Агентство НАСА опять придумывает что-то о бликах, аберрациях и прочем браке фотокамер робота. Но им никто не верит. Земной аппарат заснял уже так много аномалий, что мир хочет послушать иную версию. Для того, чтобы убедиться в том, что Марс живой, что Марс активен, и там активно проявляют себя некие устройства, надо просто постоянно наблюдать за поверхностью Марса, что НАСА с успехом и делает. Делается с использованием разных систем. В том числе и таких устройств, как «К Юри Осити». А вот эти снимки появились на официальном сайте НАСА пару месяцев назад и тоже остаются предметом бурных споров. На фоне горной цепи кратера Гейла виден объект в форме летающей тарелки. А ранее шум вызвал другой снимок робота. В атмосфере летело нечто яркое и белое. Видно, что белый шар сначала был снят левой камерой, а спустя пару секунд возник на снимке правой. Получается, он переместился, и темный объект уже никак нельзя назвать битым пикселем. Неужели на безжизненном Марсе что-то происходит? Говоря об интересах НАСА и о том, что они там делают, то с полной уверенностью можно сказать, что все, что бы они там ни делали, они делают с очень глубоким смыслом. И те миллиарды долларов, которые они вкладывают, они вкладывают в первую очередь с одной единственной целью. Как можно скорее получить доступ к тем техногенным устройствам, которыми Марс напичкан, это технологии, которые работают по сей день. Уже через 4 месяца после высадки марсохода НАСА объявило о крайне важной находке. В образцах марсианского грунта впервые были обнаружены сера, вода и углерод. Это стало настоящей сенсацией, поскольку именно эти компоненты и являются основой для возникновения жизни. Но это было, пожалуй, только начало, потому что уже через несколько месяцев грянула новая сенсация. На этот раз приборы марсохода обнаружили водород, кислород и углерод. Более того, просверленный марсоходом камень очень напоминал нашу земную глину, которая долгое время пролежала в соленой воде. Но по нашей земной логике соленая вода и означает жизнь. По крайней мере, у нас на Земле она зародилась именно там. А это значит, что Марс обитаем, по крайней мере, был обитаем. Но тогда что же случилось с Марсом? Ответ на этот вопрос звучит более чем неожиданно. Профессор Джон Бранденбург, астрофизик, бывший сотрудник американского аэрокосмического агентства НАСА, много лет изучает снимки поверхности Марса. То, что он рассказал нам в эксклюзивном интервью, кажется невероятным. Мы начали расследовать процесс превращения Марса из живой планеты в такую, какую видим сейчас. Мы также открыли, что красный цвет Марса, он не только красный снаружи. Мы исследовали стены каньонов Марса и выяснили, что Марс имел кислородную атмосферу, большую часть своей истории. Это означает, что фотосинтез на Марсе начался очень давно. Я все это сопоставил, собрал всю базу по Марсу, свидетельства о Древнем океане, исчезнувшей жидкой воде, окислении нефти, свидетельства ранней жизни на Марсе. Мы пришли к выводу, что Марс мог быть очень похожим на Землю на протяжении очень долгого периода. И это дало достаточно времени для эволюции, похожей на Землю и появлению созданий, похожих на нас. Как рассказал ученый, в тот момент они считали, что находятся буквально в одном шаге от разгадки великой тайны марсианской жизни. Нужно было только дождаться, чтобы космический зонд сделал детальные снимки района Сидонии и еще нескольких областей Марса. Но случилось неожиданное. Мы ждали фотографии Сидонии из космического зонда, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию. Космический зонд тогда исчез таинственным образом. Так вот, несколько сотен миллионов лет назад на Марсе произошла масштабная ядерная катастрофа. Причиной этого апокалипсиса, по версии профессора Бранденбурга, стал взрыв огромного ядерного реактора, который засыпал половину планеты радиоактивной пылью, изменим климат до неузнаваемости. Но кто мог построить на Марсе ядерный реактор? И зачем? Неужели для того, чтобы получать дешевую энергию? Профессор Бранденбург утверждает, что марсианская АЭС могла быть как искусственным сооружением, так и естественным. И вот каковы его аргументы. В северной части Марса, как раз именно в Седонии, много залежей тория и урана. И это место до сих пор радиоактивно. Оно выглядит так, будто на севере Марса был большой ядерный взрыв. Ведь след от этих процессов остается на миллиарды лет. Но раз тут много природных залежей этих рудных элементов, то мог быть и естественный ядерный взрыв. Как будто тут был свой природный ядерный реактор. Американский ученый представляет этот процесс таким образом. Спустя несколько сотен миллионов лет реактор начал вырабатывать ядерное топливо быстрее, чем сжигать его. Сильный поток нейтронов привел к образованию большого количества радиоактивных изотопов калия. В какой-то момент реактор перешел в критический режим. Вода на планете выкипела, что привело к запуску самопроизвольной цепной реакции. Однако есть одна проблема с этой гипотезой. Натуральная ядерная реакция под землей оставила бы большой кратер. А когда мы смотрим в центр радиоактивной области, то там нет кратера. И это очень странно. Выходит, что-то взорвалось в атмосфере Марса? Возможно, это был метеорит, предполагает ученый, наподобие Тунгусского. Только марсианский убийца оказался в миллиарды раз сильнее. Однако не все коллеги Бранденбурга согласились, что марсианская Хиросима могла случиться сама собой. Нужно стечение слишком многих обстоятельств. И тогда ученые пришли к невероятному выводу. Это могло произойти в результате ядерной войны. И одна из возможностей это ядерная война на Марсе. Область Седония как раз содержит остатки примитивной цивилизации. Почему не рассмотреть идею о том, что кто-то прибыл на Марс и сбросил огромную ядерную бомбу размером больше, чем Empire State Building? Вот эти загадочные снимки из Седонии. На них четко различимы пирамиды и здания с куполообразными крышами. Сегодня у ученых нет сомнений, что эти объекты рукотворны. Все они соединены дорогами. В других областях Красной планеты явно видны руины городов, прямоугольные фундаменты. Мы нашли структуры, не только лицо, но и пирамиды, крепость, руины целого города. И мы нашли другие артефакты в месте, которое называется утопия. Эти строения, скорее всего, тоже искусственные. Это все на северной стороне Марса. Структуры, как Седония, или Элизиум, выглядят как массивы техногенных сооружений. У Марса был климат, подобный земному, в течение долгого периода времени и, вероятно, биосфера. Эта теория имеет смысл. Археолог из Кельна, Доник Швинт, изучает аномалии, полученные с Марса, используя последние достижения в сфере интернет-технологий. Область интересов исследователя — анализ фотографий, поступающих с Красной планеты. На Марсе он особенно тщательно исследует регион Седония, область знаменитого лица, где находятся пирамидальные сооружения. Лично меня поражают сооружения, которые находятся в области Хаос-Арам. Хаос-Арам — это огромный кратер, диаметр которого составляет 280 километров. Поверхность внутри кратера весьма разнообразна и хаотична. Здесь много долины, каньонов, холмов, а также несколько равнин. Отсюда и имя — Хаос. Внутри этого кратера эксперт нашел следы воды. Это свидетельствует о том, что здесь, в недрах этого кратера, было очень много жидкости или водяного льда. Именно в этой части кратера исследователям из Германии было обнаружено нечто невероятное. В восточной части Хаос-Арам мы обнаружили самое большое скопление структурных аномалий. Там множество объектов, похожих на рукотворные. Они отвечают всем требованиям, которые необходимы там для выживания. Это комплексные структуры с толстыми защитными стенами. Потому что, как мы знаем, там очень враждебная среда из-за отсутствия атмосферы и сильного излучения. Есть и гораздо более сенсационные находки, которые говорят о подземной жизни в недрах планеты. Хотя в НАСА до сих пор объясняют эти аномалии игрой света и тени. По Марсу давно перемещаются самые разные исследовательские аппараты. Кстати, почти все американские. И все присланные ими данные очень сухие и технические. А если на фото и появляется что-то интересное, то оно почти сразу из открытых источников исчезает. Но даже из того, что остается, исследователи получают сенсационные данные. Когда мы обнаружили этот символ, крылатый диск, в районе Хаос-Арам, мы еще не очень хорошо разбирались в античной культуре. Нам показалось, что мы обнаружили абстрактный символ, но он был очень большой. Иначе его невозможно было бы обнаружить на снимках с зонда. Когда мы попытались расшифровать его, то наткнулись на изображение крылатого солнечного диска. Это древний символ в истории человечества, который используется и по сей день. Доне утверждает, что ему удалось обнаружить на Марсе древнюю египетскую символику, которая может обозначать вход в священное место или портал. Этот символ очень часто изображают на входных дверях древних храмов и на памятных плитах. Это так называемые крылья Бехидети, одно из воплощений египетского бога войны Хоруса. С этим символом связана также вера в Ахура Мазда, богу-устроителя и властителя мира и власти света, которого чтили зороастрийцы. Недаром масоны использовали этот символ для защиты входных дверей в домах и в античных храмах, так как он охраняет помещение от злых сил. Символ Крылатое Солнце очень хорошо виден на этом гребне. Это значит, что мы с уверенностью можем утверждать, что символу около пяти тысяч лет. Но можно предположить, что он, возможно, и старше. Зачем срочно нужно лететь на Марс? Откроются очень-очень многие тайны. Что нашел российский ученый внутри метеоритов? Стелеты внеземных морских животных. Но ученые по-прежнему продолжают упрекать НАСА в предвзятости. Есть ли на то причины? Давайте посмотрим. Вот видеоотчет НАСА 25 сентября 2014 года, в котором Дженнифер Троспер, заместитель руководителя проекта Кьюри Осити, отчитывается о посадке марсохода на гору Шарп в весьма романтических формулировках. Научное очарование слоистой горы внутри кратера заставило команду выбрать именно эту часть Марса для посадки. Невнятное объяснение, если не сказать больше. Далее следует технический отчет о методах бурения. Еще один факт. Известно, что для поисков воды и остатков жизни основной миссией Кьюри Осити больше подходит ущелье Марина, самое глубокое ущелье планеты. Вместо этого марсоход едет на гору Шарп. Это пик в центре кратера Гейла. Почему? Что скрывают американцы? Скорее всего, они там нашли что-то. И они готовятся к тому, чтобы уже совершить высадку специалистов и начало работы по исследованию физических объектов. Другое дело, что я не убежден, лично я не убежден в том, что американцам это позволят сделать. Единственное, что интересует американцев на Марсе и не только на Марсе, это те технологии, которые позволят им получить в руки вооружение, превосходящее любые аналоги, существующие на Земле. И вот именно исходя от точки зрения, я думаю, я внутри себя убежден, что им это сделать не позволят. Неинтересны, по мнению экспертов, и последние фото Кьюрёсити. До прошлогодней поломки, когда НАСА проводило перезагрузку системы и работа марсохода приостановилась, в его отчетах было куда больше сенсаций. За этот год виртуальные археологи успели разглядеть только могилку с крестом, какое-то яйцо и чей-то башмак. То ли дело старшие братья нашего марсохода, которые бороздили просторы Красной планеты еще лет десять назад. Их космические закрома просто переполнены сенсациями. Недавно, например, ученые решили порыться в архиве робота Спирит, того самого, который снял в кратере Гусева объект, похожий на скульптурку марсианки. Да там и остался навечно стоять, застряв в песке. Так вот, на одном из снимков там виден камень с квадратной дырой, а также обломок каменной конструкции, которая имела прямоугольный паз. При этом поверхность, на которой он находился, идеально была отшлифована. Шлифует природа, конечно, хорошо, но чтобы появился прямоугольный паз естественного происхождения, нужно какое-то фантастическое стечение обстоятельств, уверены исследователи. Очень много вопросов к работе сегодняшнего марсохода и у российских ученых. Известный исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев заявляет, что еще в прошлом году с марсохода постоянно поступали фотографии, с которыми еще можно было работать, а сегодня они как будто проходят предварительную цензуру. Не только артефакты, там еще и это... Там есть вот камни, которые, значит, разбросаны, как вот центр, как будто что-то упало, и вот они... Почему этот Юрий Осетий прошел мимо их, мне честно, как загадка. Именно с этих камней остатков комет, по мнению ученого, и нужно брать пробы. Остатки комет могут пролить свет на главный вопрос. В какой форме существует жизнь на Марсе и как она появилась? Исследователь уверен, что изучить эти данные для Кьюриосити не составляет сложности. У него есть хорошая химическая лаборатория. Они делают состав, все определяют, туда берут, кладут, все изучают, или же есть помощь лазерного луча наводят на камни и по вспышках определяют химсостав. Евгений Дмитриев в своей лаборатории разработал новую методику дробления образцов метеоритов. И в один прекрасный день его ждал невероятный успех. Потому что он сумел расколоть небесный камень, не испортив внутренность. И в микроскоп увидел фрагменты скелетов примитивных морских существ. И поэтому я стал обнаруживать довольно сложные формы и пришел к окончательному выводу, что в кометных метеоритах содержатся, я их назвал стример-глазами. Там целая история, почему они так названы. Вот. И, значит, они представляют собой скелеты, скелеты внеземных морских животных фрагментных. Ну, в общем, по морфологии, по всему они представляют. Это означает, что где-то в космосе есть жизнь. Такая же, как у нас. Евгений Дмитриев предполагает, что на планетах, с которых прилетели эти образцы, когда-то были соленые водные океаны. Там есть жизнь. И совсем не обязательно, что она остановилась в эволюционном развитии на уровне радиолярии губок. И эта жизнь вовсе не марсианская. Дело в том, что Солнечная система многократно проходила через ветви галактик, где большая насыщенная звезд. А там могут быть развиты цивилизации. А так как цивилизация больше дает отходов, чем на самом деле, и поэтому на Марсе можно вполне найти какие-нибудь отходы от других цивилизаций. Притом эти отходы могут быть доставлены и кометами. Эта теория вполне оправдывает последние находки, сделанные Curiosity в сентябре 2014 года. Вот дискообразная деталь. Напоминает колесо со спицами. А вот некая скульптура. Похоже, что когда-то она была бы рельефом. Археологи указывают на плоскую, явно обработанную поверхность, от которой этот барельеф видимо отвалился. Форма поверхности в точности повторяет заднюю его часть, столь же плоское основание. Я очень надеюсь, что вот человечество все-таки совершит успешное путешествие к Марсу. И тогда откроются очень-очень многие тайны, потому что на Марсе должны быть проявления либо примитивных форм жизни, либо же может быть даже высокоорганизованных форм жизни, которые вот в фантастических романах описываются как гибель цивилизации на Марсе и так далее, и так далее. Надо лететь. Египетские пирамиды, торжество человеческого разума или могущество Вселенной. Кто и зачем построил их тысячи лет назад? Какие неизведанные силы заставляли древних людей ворочать эти многотонные глыбы, придавая им идеально пирамидальную форму? И почему до сих пор ученые не могут разгадать секрет их строительства? Принято считать, что родина самых древних и загадочных пирамид это Египет. Однако это не так. Недавнее открытие археологов свидетельствует, что самые древние пирамиды расположены на территории России. Это удивительное место расположено в Хакасии. На вершине странно ровных гор явно рукотворные сооружения. Не такие примитивные, как кажется на первый взгляд. Более того, им от 10 до 18 тысяч лет, как установили эксперты. То есть они как минимум в два раза старше великой египетской пирамиды. Ученые назвали их сундуки за внешнее сходство. Египетские пирамиды более позднего периода. остров Пасхи и Извояния более позднего периода. Они на 3000 лет моложе, чем наши. А это один из священных северных сакральных центров в Хакасии. Одно из уникальных мест, где вот это место, сундуки, использовались на протяжении тысячелетий, как святилище. Что же это такое и какая цивилизация построила? Кто построил русские пирамиды? Там целая композиция храм сотворения Вселенной. Что вылезло из недр Сибири и оставило огромную дыру? Куда делось остальное? Это древнее святилище длины в 300 метров и высотой около 70 состоит из восьми гор. Первый объект на вершине вместе с самой горой является точной копией пирамид Ацтеков и Майя. Прежде всего благодаря вершинам правильной формы в виде квадратов. Это кубовидная вершина Астанец красного цвета из красного песчаника. Она видна с многих точек, издалека видна. На фоне восходящего солнца она как пламя очень красиво выглядит. Зачем же нужны эти так называемые сундуки? Это покажется невероятным, но древние таинственные каменные объекты имели прикладное значение. Похоже, они имели прямую связь с движением звезд и планет и позволяли наблюдать за ритмами Вселенной. В их геометрии зашифрован календарь, а может и еще что-то. Храм времени небольшой ящичек перевернутый положенный на бок внутри насечки внутри человек сидит. И солнце летом не попадает но с приближением к осени оно все садится ниже и ниже и все южнее и южнее а храм смотрит на юг почти на юг и наконец когда день становится равен ночи весеннее равноденствие осенью первый луч солнца проникает в храм времени первый сбоку проникает и освещает первую насечку этот памятник по мнению ученых является древней обсерваторией они долго изучали небольшие отверстия которые расположены в камнях под разными углами и пришли к выводу это похоже на древний телескоп на скале звездочеты оставляли послание что именно отсюда наблюдат астрономические инструменты они еще подвержены солярными знаками например знаменитый солярный знак который у всех народов кстати используется это круг с точкой в центре дальше есть мы назвали его знак овна знак точка гамма точка гамма и круг с точкой в центре что же это за таинственный знак ученые решили сверить нет ли его аналогов в других древних культурах и были поражены потому что точно такой же знак они нашли среди символов древнего вавилона за десятки тысяч километров от своей находки это была настоящая сенсация получалось что наши далекие предки не просто не были дилетантами в астрономии мало того они как-то были связаны с другими древнейшими цивилизациями планеты только о том что за народ жил здесь и построил все это ученые пока не могут сказать ничего кроме кроме одного они по-своему превосходили нас в науке там целая композиция храм сотворения вселенной когда несколько концентрических окружностей в них вписаны астрологические опять же символы астрологические это время существования начала тоже вавилонской цивилизации второй тысячелетий до нашей середины второго тысячелетия до нашей эры это кажется невероятным но как говорят исследователи побывавшие в этом загадочном месте два раза в год ровно в полночь над сундуками стихает ветер и наступает пронзительная звенящая тишина от которой ломит виски жизнь замирает и в этом ледяном безмолвии луна наливается красным цветом и ее пылающее лицо как будто начинает вращаться удивительно но судя по древним наскальным рисункам обнаруженным здесь ту же самую картину наблюдали и наши предки и были не менее ошеломлены увиденным это некое изображение похожее на лицо где видно есть глаза какие-то части обозначающие что это лицо и одновременно на голове как антенки много расходится таких скажем волнообразных скажем изображений неужели и на этих древних камнях нарисованы пришельцы 10 тысяч лет назад прилетавшие с визитом ведь петроглифы нанесены явно людьми и зачем в каменном веке такая точная обсерватория следить когда они прилетят опять а это армянский Стоунхендж еще один претендент на место первых контактов с пришельцами он носит название Караунж и расположен в 230 километрах от Еревана огромный каменный круг которому по оценкам ученых примерно 7 с половиной тысяч лет почти вдвое старше английского Стоунхенджа памятник состоит из 203 базальтовых плед в камнях весом до 50 тонн каким-то образом просверлены небольшие отверстия под разными углами всего таких камней около 90 и опять же все это очень похоже на телескоп недавно сюда приезжала экспедиция из Оксфордского университета ученые установили что эти отверстия направлены под разными углами в определенные участки неба это проверяли при помощи астрономических программ и получилось что они сориентированы на одну определенную звезду на небе это Денеп ярчайшая звезда Сигнуса исследователь Эндрю Коллинз изучил отчет и исторические документы оказывается этот памятник еще называют Зарадскарьян что означает камни Сигния он предположил что армянские артефакты связаны с созвездием Сигнус или Лебедь В Европе и Азии птицей которая ассоциировалась с этим созвездием был Лебедь который является символом трансмиграции путешествия души из этого мира в следующий мир И еще одно поразительное совпадение Недавно в лес армянского Стоунханджа были обнаружены барельефы которые изображают человека подобных существ У них головы в форме луковиц и раскосые глаза на одном из рисунков существа держат какой-то диск или некую сферу которая будто парит в воздухе Но если допустить что до нашей эры на землю прилетали пришельцы какие еще надпиадные следы своей деятельности они могли оставить Ведь большинству из нас как доказательство нужно что-то весомое или осязаемое Нечто посерьезнее на скальной живописи Ржавый космолет найденный в лабиринтах под пирамидами Запчасти от машины времени Гильзы от нейтронного бластера В конце концов тюбик от завтрака Хотя мы даже не догадываемся как может выглядеть все это И даже если найдем мы можем сразу и не опознать назначение или след прибора Этим летом мир увидел сенсационную видеозапись от которой в буквальном смысле слова кровь стынет жилок Посмотрите на этих кадрах снятых с вертолета над полуостровом Ямал огромная дыра с идеально круглыми краями Стены внутри ровные Грунт вокруг словно от взрыва выброшен наружу Что это? Загадочное природное явление? Первый предвестник надвигающегося апокалипсиса? Или результат испытания неведомой силы оружия? На этих кадрах видно, что края гигантской воронки более темного цвета чем почва Это по мнению ученых свидетельство воздействия высокой температуры Но самое невероятное размеры этого уходящего в неизвестность туннеля Он просто циклопический Туда может влететь одновременно целая вертолетная эскадрилья Какая неведомая сила скрывалась под землей и теперь вырвалась на свободу? Что думают по этому поводу ученые? Самый большой вопрос был вообще в принципе и для меня это то, что объем отверстия примерно в 10 раз больше объема бруствера который снаружи То есть того материала который оттуда выбросился в 10 раз меньше чем отверстие куда делось остальное? Это нестыковка и зловещий вид самой дыры породили массу предположений Ничего подобного никто нигде раньше не видел Чем это может быть? Как появляются туннели к центру земли? Это какой-то разум Это техногенная выработка И кто догнал Челябинский метеорит? Это могут быть артефакты условно допотопных цивилизаций Вот как выглядят карстовые провалы Ни один из них не имеет настолько гладких стен Даже газовый кратер известный как врата ада не идеально ровный Более того ни одна карстовая воронка не дает вывол земли Все проваливается внутрь Небольшие брустверы есть у метеоритных кратеров среди которых известны совсем гигантские Однако и они не бывают правильной круглой формы Плоские стены казалось бы которые при использовании нашей технологии например оставили бы обрезанные корни деревьев или травы там корешки остались целы То есть масса нюансов которые говорят о том что это техногенная за этим стоит какой-то разум это техногенная выработка Что такое Ямальская дыра и насколько она опасна? Во-первых на полуострове Ямал залегает почти четверть всех российских запасов природного газа а дыра оказалась всего в 30 километрах от крупнейшего месторождения голубого топлива Выяснить не грозят ли странные дыры добычи газа сразу распорядился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа К месту происшествия сразу вылетели столичные специалисты ученые из института криосферы земли Первый вопрос на который они должны были ответить мог ли это быть взрыв газа вызванный нарушением технологии добычи или это неизученные свойства недр? Мерзлота кругом и на глубину минимум метров 300 и при температуре градусов ну минус 4 наверное а здесь в песке и глине предположить что сквозь мерзлоту с глубины пройдет разлом для этого должен быть ну подземный ядерный взрыв наверное там же все сгорит просто поэтому я думаю что вина газовиков которые добывают газ на Баваненкова она вряд ли здесь может какую-то роль сыграть Первая версия к облегчению властей не подтвердилась более того газета Челябинский Вестник с официальной ссылкой на газовиков сообщила работ связанных с подрывом мощных зарядов там не проводили но если не подрыв то что же эксперты опросили местных жителей они могли быть очевидцами образования странной дыры их рассказы заставили ученых задуматься и встревожиться все это было очень странно оленеводы сообщили перед тем как появилась дыра они наблюдали сильное свечение в ооносфере как при северном сиянии но гораздо ярче и оно не походило на инверсионный след а было распределено в небе следующая загадка это расстояние выброса почвы земля отлетела на расстояние 120 метров от края значит точно был взрыв только вот какой техногенной или природной версию о подземных шахтах РВСН пришлось отмести их там простыня там могли что-то там такое неудачное разместить подземное например сооружение которое грохнуло никаких следов деятельности человека там в окрестностях не оказалось ни подъезда какого-нибудь транспорта ни тем более произведения каких-то серьезных работ пока мир гадал что за дьявольское нечто вылезло из недр Сибири и куда делось стало известно о новых дырах одна на побережье Карского моря другую нашли оленеводы села Антипаюта что тоже на Ямале она похожа на Баваненковскую но в диаметре всего 15 метров местные жители рассказали что осенью видели в том районе летящее небесное тело круглой формы а также рассказали о дыме пелене и яркой вспышке еще один провал земной поверхности чуть ранее произошел в Красноярском крае местный охотник сделал несколько снимков на ее фоне что же думают ученые у Марины Лейбан есть версия она не уверена до конца но похоже на то если бы вечная мерзлота начала таять из-за аномальной теплой погоды это могло продолжаться несколько лет начиная например с 2010 потепление дошло до той глубины на которой больше всего было льда газа во льду мерзлых пород в которых высокая пористость там тоже содержался этот газ вот и он вследствие потепления каким-то образом скопился и поскольку он вниз и в бок выйти не может он может выйти только вверх туда где свободное пространство как потрясли бутылку шампан природный взрыв газа эта научная версия не объясняет самого главного идеальной формы гладких стен туннеля и рассказов местных жителей точнее всего мнение ученых выразил клуб исследователей Таймыра версии происхождения воронки нет но совершенно точно что оно не природное но и не дело рук человеческих а что тогда остается чертовщина пришельцы гномики обитатели полой земли директор исследовательского центра при академии национальной безопасности Валерий Уваров выдвигает иную оригинальную версию по его мнению процесс образования ямальской дыры очень схож с тем что происходило во время падения Тунгусского метеорита я столкнулся с подобного рода отверстиями в земле когда занимался исследованием Тунгусского взрыва потому что там в районе Тунгусского взрыва было обнаружено достаточно много ям имеющих аномальную глубину и аномальную форму только разгадка той тайны как наверняка и сегодняшней лежит в показаниях очевидцев ученые их отметают считая ерундой но оленевод придумать такое не в состоянии вот хронология событий Тунгусского взрыва со слов местных жителей утром 30 июня 1908 года жители Якутии услышали как заскрежетала земля небо странно засветилось как и летом этого года на Ямале потом с земли поднялись огненные шары они собрались вместе и устремились в одну точку навстречу огромному камню летящему с неба эта картина восстановлена с рисунков ученых начала 20 века которые первыми собирали данные потом еще один огненный шар добил метеорит перед самой землей и ничего не осталось от камня сегодня это место известно как Тунгусский кратер но что это за огненные шары и почему скрежетала земля описание очевидцев того же Тунгусского не только Тунгусского но и Витимского события всегда присутствует некое космическое тело которое летит по небу и за какое-то время до появления этого объекта на определенной территории появляется свечение и затем из-под земли вырывается вот этот огненный шар древний якутский эпос Алонха говорит в незапамятные времена заскрипела земля и поднялся небывалой силы ураган затем местные жители увидели в тундре высокий железный дом он постепенно уходил под землю иногда земля тряслась искрежетала и из железного дома вылетал ослепительный шар он улетал за горизонт и там взрывался Тунгусы прозвали его Нюргунбоутур огненный удалец железный дом был не один спустя века все они ушли под землю остались видны лишь круглые выпуклые крышки Тунгусы прозвали их Олгуи то есть котлы эти Олгуи не один десяток лет будоражат воображение исследователей что это такое потерпевший крушение корабль пришельцев инопланетное оружие может ли оно до сих пор там лежать есть какие-то похожие на котлы возможно металлические сооружения выступающие из недр земли из вечной мерзлоты похожие на котлы какие-то котлы перевернутые какие-то нет ну то есть какие-то как бы крышки поэтому мы предположили что это могут быть артефакты условно допотопных цивилизаций за последнее время в Якутию в поисках котлов было несколько экспедиций одну организовала московская команда исследователя аномального немом другую чешские охотники за приключениями что интересно и те и другие загадочные котлы практически нашли здесь оно опускается вниз понимаешь как будто уходит вниз все дальше и дальше оно имеет гладкую структуру там находится вход там имеется отверстие винтовая лестница мы увидели какие-то странные округлые сопочки такие что-то округлое тоже похожее с воздуха на котлы и предположили что из этого места время от времени вырываются такие огненные богатыри более того вполне возможно что огненные шары вырываются из-под земли и сегодня кто изрешетил сатурн это огромный вихрь в центр в который спокойно провалится земля как выглядят звездные врата ну вот эту вот горловину в центре можете заполнить любой мечтой посмотрите на эти странные документальные кадры жителям Рио-де-Жанейро удалось снять уникальный пролет НЛО светящиеся шары выстроились в ряд в ночном небе возглавлял флотилию самый большой мигающий красный объект некоторое время мерцающие огни висели в ожидании потом главный шар на мгновение пропал затем ударил по невидимой мишени все взорвалось огненными сполохами и рассыпалось странным фейерверком эксперты полагают что камера наблюдения за японским вулканом Сакураджима запечатлела такой же процесс съемка сделана при дневном свете видно как из жерла вулкана вылетают светящиеся круглые НЛО их действия скоординированы объекты маневрируют встречая врага потом начинается слаженная бомбардировка вот светящийся крест в небе Украины еще до войны такой же как в Тунгусске более того вот записи с видеорегистратора где видно что и Челябинский метеорит атакован точно таким же огненным шаром официальная версия заключается в том что это все-таки действительно был метеорит и сегодня ученые вроде бы даже исследуют его осколки однако есть и неофициальная версия согласно которой речь идет о применении средств противоракетной обороны американцы попробовали нас проверить на прочность запустив космическую цель в тестовом режиме но мы ее сбили версия имеет право на жизнь потому что многие видели огненный шар летящий навстречу таинственному предмету но есть одно но специалисты утверждают что ни одна ракета пока еще не способна двигаться с такой запредельной скоростью в процессе своих исследований мне удалось найти очень много десятки видеозаписей где отчетливо видно как происходит уничтожение этого объекта появление его в небе движение терминатора столкновение колоссальной мощности взрыв из этих фактов Валерий Уваров делает сенсационный вывод он считает что в разных частях планеты работает некая установка которая уничтожает некоторые летящие в землю метеориты с помощью огненных шаров эти шары вылетают из железных шахт которые давно ушли под землю и от них могут оставаться следы наподобие ямальской дыры это скорее всего ствол это ствол через который выводился объект для уничтожения метеорита или астероида небольшого который нес опасные бактерии вот это очень сильно похоже устройство автоматическое явно связанное с высокими технологиями только ее построили не люди это техногенное воздействие что это участие каких-то очень высоко развитых разумных сил потому что мы этого делать не умеем эта версия конечно из разряда фантастики только в нее укладываются абсолютно все факты и нестыковки более того странные идеально ровные круглые шахты есть не только на земле мало кто подозревает что американское аэрокосмическое агентство НАСА давно ведет счет таким отверстиям на Луне известно более 200 диаметр самого маленького 5 метров самого крупного 900 а самое гигантское отверстие недавно было обнаружено на Сатурне в последнее время очень интересное открытие сделал аппарат Кассини который увидел на Сатурне такое странное образование гексаган то есть шестигранник это огромный вихрь в центр который спокойно провалится земля на какую глубину там тянется эта пустота это неизвестно и еще неизвестно какие будут значит процессы будут открыты природа воронки на Сатурне пока не установлена но лунные отверстия уже хорошо изучены первую дыру на Луне нашли японцы несколько лет назад сфотографировали со своего зонда Кагуэ геометрически идеальный туннель расположен на обратной стороне Луны в южном полушарии в море мечты американцы заинтересовались и направили туда свой луноход более четкие снимки ситуацию не прояснили но показали что дыра ведет в некий гораздо более широкий тоннель или в зал официальные выводы гласят что природа объектов вулканическая под ними лунные подземелья так называемые лавовые трубы а дыры в них проделывают кометы но зачем тогда простые вулканические дыры считает целый отдел в НАСА некоторые исследователи утверждают что они ищут там следы братьев по разуму не исключено что эти отверстия ходы в их искусственное убежище построенные когда-то очень давно но недавно появилась еще одна сенсационная но при этом вполне научная версия что круглые дыры это порталы в параллельные миры и сквозь эту кроличью нору можно реально провалиться в другое измерение так считает физик-теоретик Владимир Джунушалиев из Евразийского национального университета в Казахстане ученый утверждает что нашел новый подход к теории Эйнштейна Розена о существовании в космическом пространстве особых коридоров кротовых нор или горловин что из себя представляют горловины это если мы представим себе два пространства каких-то в одного вырежем дырку в другом вырежем дырку и эти две дырки соединим цилиндром то вот это вот на пальцах можно сказать что это и есть горловины вот с этих мифических горловин как свидетельствует история 20 века и берут начало первые научные доказательства того что путешествия во времени не только возможны но и необходимы и что из одной точки вселенной в другую можно действительно переноситься мгновенно более того наша вселенная не одна на белом свете бесконечное количество вселенных каждое мгновение несется по коридорам искривленного пространства и времени наступая на пятки и обгоняя друг друга и все это оказалось возможным благодаря уравнениям величайшего физика Эйнштейна и математика Розена это они математически не отходя от доски на испачканных мелом пальцах доказали любая космическая фантазия возможна и вот теперь выясняется что физик Джину Шалиев из Казахстана пошел еще дальше Эйнштейна он первым взялся доказать что кротовые норы могут прятаться не только в ткани космоса но и внутри обычных звезд и даже планет физическое понятие горловина бургхол известно давно то есть я говорю наверное примерно со времен Эйнштейна то есть это порядка сто лет тому назад и почему люди ранее не рассматривали горловины заполненные материей которая бы выглядела со стороны как звезда мне честно говоря не понятно то есть это довольно таки на поверхности лежит и поэтому ну почему мы оказались первые я удивляюсь такие коридоры соединяют уже не две пустые точки космоса как считалось ранее а центры двух массивных тел удаленных друг от друга то есть две звезды или планеты неважно из какой материи они состоят ну вот эту вот горловину в центре можете заполнить любое вещество плазмой твердым телом газом все что угодно это только нужно единственное что решить соответствующее уравнение Эйнштейна где будет в правой части тензор энергии который описывает данную материю газ это или плазма или твердое тело если такие решения существуют то да такая такая конструкция может существовать неужели это инопланетяне пользуются нашей землей как звездными вратами для быстрого перемещения в отдаленной области вселенной знают как нырнуть внутрь и как вынурнуть используя специальные порталы и иногда оставляют за собой вот такие кротовые норы перемещаемые объекты при этом вполне могут быть огромными физики давно свидетельствуют что это возможно вот в каждой галактике есть собственно сверхмассивная черная дыра по теории Эйнштейна черная дыра может быть и машиной времени с помощью так называемого моста Эйнштейна Розена это есть как раз как люди говорят портал или вот они назвали физики назвали мостом из одной вселенной в другую в России например такие порталы или норы планируются найти с помощью уникального радиотелескопа радиострон который хотят запустить в ближайшее время аппарат будет призван подтвердить гипотезу о том что на заре своего существования наша вселенная была вся изрыта кротовыми норами и найти в солнечной системе и в самих планетах любая планета которая имеет достаточно большую массу влияет на на поле и пространство времени искривляя это поле создавая вот так называемые хронокоридоры и все что касается хроноям и хронокоридоров это явление присущее любой крупной планете тем более если у этой планеты достаточно большая масса говоря о луне убежден что и там это в полной мере есть неужели братья по разуму точно существо но если это так когда мы их найдем где живут разумные облака в них есть все необходимые ингредиенты для образования жизни и сколько в нашей галактике обитаемых миров нескольких десятков миллиардов звезд 20 лет назад когда ученые обнаружили первую экзопланету было принято считать что она единственная и нашу землю по прежнему называли уникальной сегодня понятно что это не так в этом году аспирант калифорнийского университета Беркли Эрик Петигура совершил невероятное открытие оказалось что у 22% звезд подобных солнцу есть как минимум одна планета с такими же условиями жизни как на земле выходит что земля всего лишь одна из 11 миллиардов таких же обитаемых миров российские астрономы склонны с этим согласиться с учетом общего количества звезд в нашей галактике которая по разным оценкам составляет от 50 до 100 миллиардов следует что примерно у нескольких десятков миллиардов звезд нашей галактики могут быть планетные системы которые находятся в зонах обитания зоны обитания это просто благоприятные расстояния на которых возможно существование воды в жидком в жидкой форме и поэтому мы можем говорить о возможности существования земной формы жизни какой же самый подходящий близнец нашей голубой планеты он уже найден это кеплер 62 звездная система с пятью планетами которая включает две супер земли ученые предполагают что там царит рай и есть все необходимое для жизни скалистый ландшафт тропический климат а теплые воды океанов умывают острова и таких планет судя по всему миллиарды но астрономам в этом году явно везло на сенсации они выяснили что обитаемой планете вовсе не нужно молодое солнце чтобы на ней зародилась жизнь жизнь может существовать и в системе красных карликов красный карлик это тоже звезда но не такая горячая как солнце потому что у красных карликов температура может быть порядка трех-четырех тысяч градусов а у солнца на поверхности шесть тысяч градусов но как такое возможно ведь карлики по размерам меньше нашей луны они даже не видны невооруженным глазом если бы их можно было увидеть то наше небо выглядело бы вот так красных карликов в три раза больше чем желтых звезд выходит чтобы планета красного карлика была обитаемой ей надо быть ближе к нему если там значит есть какая-то планетная система то зона обитания в этой планетной системе она будет расположена ближе к этой звезде ну то есть если вот например в солнечной системе она расположена на расстояниях примерно от 0,5 до 1,5 астрономических единиц на 1 астрономической единице то там зона обитания может быть на расстоянии всего нескольких десятых астрономической единицы то есть достаточно близко вот к такой звезде когда ученые начали считать выяснилось невероятное оказалось что таких планет только в нашей родной галактике Млечный Путь около 20 миллиардов но и это еще не все когда ученые продолжили свои расчеты выяснилось что на сегодня мы имеем 33 миллиарда планет на которых теоретически возможна жизнь вы только вдумайтесь на каждого жителя земли богатого и бедного молодого и старого умного и не очень на каждого из нас сегодня приходится по 5 обитаемых планет и это еще не все потрясения которые произошли в научном мире в этом году потому что оказывается жизнь может существовать не только на экзопланетах но и на экзолунах то есть на спутниках других планет экзолуны находятся в системах космических гигантов вроде нашего Юпитера и крупнейшие из таких лун похожи как раз на нашу землю если такая луна находится близко к планете гиганту то при обращении вокруг этой планеты ее тело подвергается постоянным деформациям и происходит разогрев недр этой луны и поэтому благоприятные условия у экзолуна они создаются как бы в недрах можно привести конкретный пример это энцелад спутник Сатурна который находится на расстоянии всего трех радиусов Сатурна и просто космический аппарат Кассини получил снимки детальные снимки которые показывают что у энцелада есть внутренний водный океан на экзолуне можно наблюдать самые фантастические картины потому что в небе вместо солнца висит огромная планета с кольцами это вчера мир обитаемых экзолун был миром научной фантастики скоро он станет реальностью ученые обещают обнаружить жизнь на экзолунах через год или два и что тогда какой мы можем увидеть внеземную жизнь в январе этого года на заседании королевского астрономического общества в Лондоне доктор Пол Риммер и профессор физики Крейг Старк сделали сенсационное заявление они представили свое исследование где обосновали что старейшей формой разумной жизни во вселенной и в солнечной системе в частности является не биологическая форма жизни а облачная лично я заинтересован в атмосферах этих планет мне важен химический состав этих атмосфер могут ли там возникать молнии и главное может ли жизнь существовать или быть сформирована в них изначально я заинтересовался атмосферами экзопланет потому что я хотел найти ответы на большие вопросы такие как появилась жизнь или может ли жизнь появиться в этих чужих мирах исследования опубликованные также в международном журнале астробиологии содержит сенсационные выводы оказывается образование облаков на других планетах происходит под тем же законам что и на земле но их состав более разнообразен разница в том что там облака состоят не из водяных капель они состоят из более экзотических веществ таких как магнезиум силикат или силикат диоксид это куда более необычные материалы в них есть все необходимые ингредиенты для образования жизни проблема в том откуда взять энергию чтобы это произошло ученые долго размышляли над этой проблемой пока сама природа не подсказала им ответ однажды в дождливую погоду в окнах обсерватории сверкнула молния небесное электричество вот что может дать необходимую энергию тогда в облаках образуются заряженные газы то есть плазма частицы пыли прилипают к плазме а плазма в свою очередь заряжает пыль и когда она достигает поверхности земли у нее достаточно энергии для того чтобы когда она врезается в поверхность участвовать в очень особенных химических реакциях они могут привести к образованию определенных молекул которые предшествовали жизни аминокислоты могли образоваться на поверхности частиц пыли такие как глицин эти аминокислоты являются базовыми кирпичиками жизни заряженные частицы облаков по мнению ученых могут образовывать такие же устойчивые связи как и нейроны в человеческом мозге поэтому облачная форма жизни может оказаться не только более живучей но и более умной по сравнению с гуманоидами можно убедиться в этом через косвенный анализ например если видно очень много молекулярного кислорода тогда можно предположить существование жизни потому что это среда где есть электростатические процессы и тогда можно сделать статистический вывод о том что же на самом деле там есть но фактические измерения можно будет проводить только тогда когда у нас будет космический корабль который сможет прилететь туда и физически проанализировать атмосферу так что произойдет это не в ближайшем будущем по мнению доктора Пола Риммера биологическая форма жизни сравнительно молода и не достигла уровня необходимого для полноценного информационного обмена именно поэтому до сих пор не обнаружены инопланетные цивилизации в том виде в котором мы привыкли себе представлять частицы пыли в облаках обеспечивают жизни или пребиотическим соединением безопасное место где они могут расти убежище где они защищены от различных внешних угроз таких как ультрафиолетовые фотоны которые могут повредить жизни или предотвратить ее развитие Солярис или разумные облака это только на первый взгляд кажется что все это красивая выдумка великого писателя и философа Станислава Лема по мнению же современных ученых как раз именно такая форма разумной жизни в виде облаков по всем показателям гораздо удобнее и лучше чем человек с нашими проблемами боязни то жиры то холода то зубной болью а уж о межпланетных перемещениях если что и говорить не приходится например разумное облако в случае не дай бог проблем на своей планете просто сядет на пролетающий метеорит и рано или поздно выпадет в виде красного дождя над каким-нибудь райским местечком соседней галактики а мы то останемся не только метеориты но и кометы являются разносчиками жизни по необъятным просторам вселенной и что они в себе несут пока не знает никто мы часто слышим о том что кометы это огромные грязные льдышки убийцы которые однажды уничтожат нашу цивилизацию но уже в ноябре когда европейский зонд розетта высадится на комету Чурюмова Герасименко эта опасность перестанет быть смертельной для землян западная пресса уже сравнила миссию розетты с миссией космического аппарата во всемирно известном блокбастере Армагеддон действительно если посадка пройдет успешно то опасные кометы можно будет расколоть ядерным взрывом как поступил герой Брюса Уиллиса отметим что для того чтобы выследить комету Чурюмова Герасименко зонду розетта пришлось покрыть расстояние от земли до солнца пять раз пройдя при этом сквозь пояс астероида и он успешно справился с задачей но что если эти небесные тела вовсе не угроза для нашей планеты а инкубаторы для инопланетных организмов Сенсация как неживая материя становится живой при облучении протонами высоких энергий как часто на землю высаживается внеземной десант я провел анализ частиц и результаты меня потрясли жители индийского города Черганасары в штате Керала в тот день охватила паника белые одежды прохожих внезапно покрылись зловещими красными пятнами небеса стали багровыми с неба палил настоящий кровавый дождь религиозные индусы заверещали о гневе богов это странное событие вызвало тревогу у местных жителей и о нем сообщили в новостях на форме учеников были красноватые пятна сообщали также что где-то деревья начали сбрасывать листву я заинтересовался что же представляет из себя красный дождь краситель настолько мощный что окрасил одежду возможно что он ядовитый астробиолог Готфри Луис не разделялся и верного ужаса индийской бедноты он захотел разобраться в сути этого необычного природного явления ученый собрал все сообщения из прессы поехал на место и взял пробы дождевой воды его внимание привлекла странная деталь очевидцы утверждали что перед красным дождем прогремел необычайный страшный гром мой коллега доктор Санси Кумар предположил что это мог быть сверхзвуковой хлопок который обычно сопровождает полеты самолетов такой хлопок происходит при преодолении самолетом сверхзвукового барьера при этом высвобождается колоссальное количество энергии и получается звук похожий на взрыв но точно такой же звук могло вызвать и вхождение метеорита в плотные слои атмосферы нельзя говорить однозначно что версия доктора Кумара правильная но шум который разбудил местных жителей нельзя сбрасывать со счетов возможно это был метеор который вошел в атмосферу и окрасил дождь в красный цвет Годфри Луис ознакомился с историей вопроса и выяснилось что кровавые дожди уже выпадали на планете древнегреческий историк Плутарх был свидетелем кровавых дождей после сражений с германцами по его версии испарявшаяся кровь убитых людей являлась причиной окрашивания дождя в зловещий в 582 году наблюдали кровавый дождь из жителей Парижа очевидцы вспоминали что многие люди сбрасывали себе одежду боясь что она испачкана кровью похожий феномен был зафиксирован в Голландии в 1571 году но что показал анализ дождевой воды первичный анализ дождя показал что вода была чистой но содержала красные частицы которые через некоторое время оседали как пыль или песок я исключаю техногенный характер явления но это никак не объясняет странные громовые раскаты которые слышали местные жители все это говорило в пользу версии с метеоритом который нес некоторые частицы они окрасили воду в облака но это означало что красный дождь это раствор инопланетного вещества астробиолог скорее затеял более тщательный анализ чем были красные частицы окисью железа или внеземными бактериями все это в любом случае было весьма пугающим если космический камень нес частицы чужеродной жизни как поведет она себя в нашей биосфере во что превратиться или переродиться опасно ли это сторонники теории панспермии которая утверждает что жизнь попала на землю в результате падения метеорита никак не могли доказать эту теорию мои анализы явно говорили о том что красный дождь выпавший в керале содержит эти доказательства для этого нам нужно было определить тип этих клеток я провел анализ частиц окрасивших дождь под микроскопом и результаты меня потрясли ясно что это не пыль а биологические клетки которые имеют четкую биологическую структуру доктор Годфри Луис решил начать с ДНК теста красных частиц если клетки принадлежат организму то обязательно содержит ДНК из которых можно узнать всю информацию о нем когда ученый завершил первичный анализ на ДНК он был глубоко разочарован и испуган одновременно к нашему удивлению мы обнаружили что в красных клетках нет ДНК а если нет ДНК значит нет жизни по крайней мере в том виде в котором она нам известна это странно для земных организмов ведь каждая клетка воспроизводится при помощи ДНК но если в клетках нет ДНК значит они не живые или существует другая форма жизни которая обходится без ДНК о которой мы не имеем представления ученые продолжали исследования и отметили интересную особенность очень необычно то что клетки имеют несколько стенок по 3-4 стенки которые окружают содержимое клетки но само содержимое по прежнему остается загадкой по мнению профессора Луиса тройная защита клетки необходима только в одном случае гарантированно выжить в самых неблагоприятных условиях то есть микроскопический красный десант будто целенаправленно готовился к межзвездному путешествию но что это за клетки зачатки инопланетных растений грибов животных гуманоидов это очень прочные клетки их очень сложно разрушить и я думаю что это стало основной проблемой при обнаружении ДНК очень трудно получить содержимое клетки я отослал анализы микробиологам они предположили что эти споры могут быть спорами лишайника сам лишайник белый но споры у него красные больше ничего из этих образцов красного дождя выяснить не удалось но спустя пять лет кровавый ливень случился вновь Готфри Луис снова собрал его образцы и провел тесты и тогда в его расследовании случился прорыв красные клетки были идентичны тем первым однако новые исследования показали что внутри все-таки содержится ДНК кровавый дождь Керала содержит тот же код что и все другие формы жизни на земле но две аномалии до сих пор не получили объяснения во-первых споры весьма живучи они в отличие от остальных известных форм жизни способны размножаться при температуре 121 градус по Цельсию второе это количество спор общий вес которых составил около 50 тонн конечно могли произойти события земного свойства которые подняли их в воздух а потом опустили нам неизвестно имел ли место такой факт основной вопрос откуда появилось такое огромное количество клеток вряд ли с деревьев на них находится незначительное количество лишайника как в воздухе могло оказаться 50 тонн спор лишайника доказывает ли странная структура и экстремальные способности к выживанию внеземное происхождение этих клеток теперь мы можем сказать что космос это большая пробирка где постоянно происходит искусственное оплодотворение остается загадкой как клеткам удалось выжить при температуре больше 120 градусов и преодолеть губительное космическое излучение могут ли живые существа путешествовать с планеты на планету оставляя семена жизни в самых отдаленных уголках космоса возможно ответ на этот вопрос сегодня в руках наших российских ученых недавно завершилась серия уникальных экспериментов на базе объединенного института ядерных исследований в подмосковной дубне ученые изучали механизм зарождения жизни во вселенной для этого они брали образцы метеоритов и облучали их сильнейшим ионизирующим излучением результаты экспериментов оказались поразительными потому что ученые получили набор строительных материалов для создания живой клетки а значит разумной жизни не страшны ни транскосмические перелеты ни ледяной холод вселенной и значит мы во вселенной точно не одиноки это четко показано в комбинации с некоторыми видами метеоритного вещества при облучении протонами высоких энергий формируются сложные химические соединения составляющие основу жизни какие соединения оказалось что формируются все виды оснований входящие в состав ДНК и РНК синтезируются многие аминокислоты выходит что зародыши жизни например аминокислоты способны сохраняться даже в телах падающих на землю с невероятной скоростью такие астероиды служат инкубатором для живых организмов астроном Владимир Бусарев как и многие другие его коллеги считает что это и стало причиной появления жизни на земле жизнь могла возникнуть в недрах вот этих астероидных тел в начале при водных во внутренних водных океанах вот а потом были доставлены на большие планеты например земной группы Землю Венеру Марс вода снова оказывается непременным условием для зарождения жизни но до сих пор мы не знаем всех ее тайм сумрачные глубины мирового океана дарят нам все новые загадки массивное подводное сооружение недавно обнаружили на снимках подводного рельефа у берегов Калифорния структура более двух километров в длину и четырех в ширину имеет вход между опорными столбами исследователи НЛО уже заявили что это вход в подводную базу летающих тарелок над этим местом они буквально кишат но что это такое на самом деле американский геолог Дэвид Шварц считает что скорее всего структура возникла в ходе землетрясений и является частью южно-калифорнийского разлома власти же пока никак не комментируют находку на протяжении многих лет в этом районе фиксировались многочисленные наблюдения летающих тарелок которые входили в воду на большой скорости это и породило слухи о том что в Калифорнии находится одна из подводных баз Кен-Ло и она далеко не единственная на земле значит такая же база в озере Байкал мы уже поднимали этот вопрос боже мой там и глубины достаточно там никто вообще не найдет так сказать так вот теперь я хочу вам сказать что это море дьявола это примерно на той же широте где и вот Бермонский треугольник ну это у берегов Японии там так называемое море дьявола где происходит то же самое Бермудский треугольник пожалуй самое грозное и таинственное место на нашей планете здесь пропадают корабли здесь отказывают приборы и самолеты сбиваются с курса здесь теряют рассудок команды целых судов а сигнал отправленный из этого района может десятилетиями блуждать по просторам эфира самым удивительным случаем за всю историю наблюдений считается исчезновение пяти американских бомбардировщиков Avenger 5 декабря 1945 года группа самолетов взлетела с базы военно-морских сил США и назад уже не вернулась не найдены были и их обломки эскадрилья включавшая 14 опытных пилотов по таинственным причинам исчезла во время обычного полета в ясную погоду над спокойным морем дурная слава все таки вот за этим треугольником это огромные площади десятки сотни тысячи миль даже квадратных в этом треугольнике в Пермудский треугольник вписывается Саргасово море таинственная область где нашли смерть тысячи судов мистическое приключение пережила там команда российской яхты Скорпиус 10 числа 10 июля мы вышли на север курсом 0 на Пермудские острова вот вышли мы 10 а вот 13 в пятницу оказались в том месте недалеко от Гамильтона примерно сутки сутки хода вот в этом гиблом месте как его тоже моряки называют Пермудском треугольнике всю дорогу до Пермудских островов на горизонте сверкали молнии и гремел гром а вода просто кипела вокруг Сергей бывалый моряк но такого еще не переживал сначала команда думала что это просто гроза но потом началось нечто невероятное люди увидели горизонтальные светящиеся объекты которые летали и исчезали за горизонтом появлялись такие светящиеся можно назвать их шары небольшого размера таким флоресирующим светом сияли они откуда в океане летающие тарелки это было действительно невероятная вещь как выглядят инопланетяне по мнению ученых у нас четыре конечности две руки и две ноги у них может быть шесть или восемь светящиеся огни на время остановились а потом исчезли команда попыталась запечатлеть эти огни на фотокамеру но снимки получались смазанными и на следующий день моряки поняли что это было только начало из-за непогоды стали выходить из строя сразу все новейшие навигационные приборы которыми была оборудована яхта не помог и автопилот единственное на что мы могли ориентироваться это глонасс который у нас стоял в рубке и антенна глонасса была такая небольшая невынесенная наверх поэтому здесь внутри корпуса не было такого напряжения как снаружи а затем к ужасу экипажа в море за бортом начали появляться тонкие зеленые нити саргасовы водоросли их становилось все больше мореплавателям давно известна эта территория моря покрытая плотным ковром водорослей которые держатся на воде благодаря пузырькам похожим на виноградина море и получило свое название в их честь саргас в переводе с португальского виноград водоросли постепенно отмирают и гниют выделяя газ метан попасть сюда значит обречь корабль на неминуемую гибель и вот представьте себе что снаружи то есть на поверхности в атмосфере резко снижается атмосферное давление это все равно как если бы вы открыли бутылку с шампанским давление падает резко такое бывает часто почему потому что циклоны которыми богата северо-западная атлантика там часто бывают циклоны а если это совпадает циклон с подводным землетрясением то есть с моретрясением это все равно что мы не только открыли бутылку шампанским а еще и встряхнули ее на винт яхты вполне могли намотаться водоросли и яхту засосало бы в воронку как назло топливо скорпиуса таяло на глазах судно крутилось на месте однако случилось чудо резко прекратилась непогода выглянуло солнце и яхте удалось прорвать оборону зловещего треугольника вот это вот невероятное то что мы сумели сделать вот это я считаю ну вот везением или знаете ангел-хранитель там какой-то нас всех оберегал вот это было действительно невероятная вещь крымская земля тоже хранит множество тайн дайвер с 20-летним стажем Алексей Степаненко признается что давно слышит история о существовании так называемых рыболюдей живущих под водой ведь до сих пор там ну скажем так поскольку дайверы недолго находятся под водой они не могут это зафиксировать а вот рыбаки извлекают из морских пучин некие неких обитателей форма которых является загадкой для нас недавно Алексей и его коллеги столкнулись с такой загадкой нос к носу группа дайверов против руководства совершала погружение в крыму в районе голубой бухты дайверы отдавали дань памяти возлагая цветы на дно к затонувшему минному тральщику который подорвался в 1942 году с ним тоже связана как бы странная история что когда он был подбит выполняя как бы свои функции он был подбит но нашли и спасли не весь как бы не весь экипаж вот сейчас конечно от него уже к сожалению осталось очень мало элементов корпуса что стало с экипажем до сих пор остается тайной но при погружении в район затонувшего тральщика несколько человек из группы Сергея заметили странное свечение проплывающего мимо существа это было похоже одновременно и на человека и на рыбу и на призрака какие тут организмы все таки есть нечто такое что при определенном попадании света оказывается или фастурицирующее свечение но кем могут быть эти загадочные создания чемпионка мира по фридайвингу Юлия Петрик сообщает еще об одном странном случае который произошел с ней однажды на Канарских островах я первый раз ныряла в пещерах в таких больших гротах где очень красиво льется свет и вот ты ныряешь куда-то в темноту а потом выныриваешь свету это все очень красиво и вот я увидела четко совершенно вот эту скала и очертания между двумя скалами очертания русалки я так долго на нее смотрела ну вот абсолютно реально когда я вынырнула у меня наверное совершенно были сумасшедшие глаза потому что все подплыли ко мне что там что было я тут же подышала нырнула снова но я больше ее не видела кто населяет подводные просторы нашей планеты неизвестные науки животные цивилизация более древняя чем человеческая или глубины океана облюбовали иные формы существования какие-нибудь разумные водоросли кто они вообще иные миры большинство ученых которые рискуют рассуждать на эту тему считают что инопланетяне если они конечно существуют как ни странно будут похожи на нас птицы будут выглядеть как птицы рыбы как рыбы вне зависимости от того на какой планете плещется ее океан а других форм жизни мы своими глазами и ушами просто не в состоянии увидеть или услышать более того возможно эти иные цивилизации живут рядом с нами но мы об этом даже не догадываемся вот лежит на дороге например камень а он возможно представитель высокоразвитой силиконовой цивилизации и нас в свою очередь даже простите за обыкновенное грязь нищет внешняя среда она оказывает такое ну формообразующие что ли влияние на многие процессы живых систем ну а специфик условий которые там существуют на конкретной планете конечно будет оказывать влияние на дальнейшее развитие таких более сложных организмов может быть даже самые причудливые формы будут приобретать например на планетах которые вращаются вокруг красных карликов по предположению ученых организмы могут иметь красный оттенок чтобы получать максимум энергии от тусклого красного света но они все равно устроены как земные ведь форма определяется едиными законами физики и биомеханики настоящие инопланетяне могут быть крошечными или гигантскими вполне возможно у них не будет такого развитого мозга как у людей у нас четыре конечности две руки и две ноги у них может быть шесть или восемь главу всемирной программы по поиску внеземного разума сети господина Шостака также поддержал Дункан Форган из шотландского университета Эдинбурга он подсчитал количество обитаемых миров в Млечном Пути с помощью специальной программы по его подсчетам в самом худшем случае наша цивилизация может быть тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят пятый разумный в нашей галактике а в лучшем триста шестьдесят первой почему же они до сих пор не нашли нас и не общаются с нами это вопрос из области философии возможно что и нашли поэтому и не общаются это была территория заблуждений я желаю вам космического счастья вселенской удачи и вечной любви с вами был Игорь Прокопенко до встречи на просторах Вселенной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok